Субтитры делал DimaTorzok Известного сотового оператора, а также актером театра и кино. Знаменитость редко делает громкие высказывания, но уже если говорит, это обсуждают все. Вот и после наступления Нового года Нагиев неожиданно решил высказаться. «Долой головокружение от успехов, ждите приказов. С Новым годом вас, с новым, добрым, мирным, красивым, сытным, справедливым, свободным, надежным. Будем жить, все будет хорошо», — обратился к подписчикам актер. Поклонники гадают, что именно хотел сказать автор этими словами и как их интерпретировать. Отметим, что в 2022 году Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос». Однако в версии 60+, его заменила актриса Лариса Гузеева. А детскую программу стала ввести телеведущая Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Дмитрий Нагиев покинул проект из-за творческого перерыва. В феврале 2023 года Нагиев отказался ввести премию телеканала «МУСТ-В». Журналистка Ксения Собчак связала уход артиста с телевидения со спецоперацией. По ее словам, такая работа несет определенный риск введения западных санкций, как следствие ареста счетов за границей и запрет въезда в ряд стран. Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу, пока не подставляем, но не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняет, просто дают отдохнуть до лучших времен, сообщила Собчак. В июне 2023 года появились слухи об отъезде Дмитрия Нагиева за границей. Однако эту информацию абзац опровергла директора артиста Елена Шайкина. Дмитрий на месте, откуда ему возвращаться, если он никуда не уезжал. «Вы, наверное, плохо средите за его творчеством. Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек, как работал в России, так и продолжает. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует», сообщила представитель артиста. Шайкина считает, что выход проектов с участием Нагиева в прокат должен развеять домыслы окружающих об эмиграции артиста. Субтитры создавал DimaTorzok